В игровой форме о важном. Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом в Центре культуры и отдыха для ивановских школьников организовали тематический квест. Поскольку сегодняшнее мероприятие тематическое, основная задача для нас это рассказать детям о преступной сущности терроризма, уберечь их от неправильного выбора. К сожалению, у нас террористическим преступлением склонны именно подрастающие поколения, в основном молодежь. Поэтому, разумеется, мы проводим профилактические мероприятия, все силовые ведомства, правоохранительные органы региона. На контрольных точках скрыты цифры кодовой комбинации замка, а также ключ и номер комнаты, в которой спрятан заложник. Чтобы получить первую цифру кода, ребятам предложили решить ребусы. На второй контрольной точке нужно при помощи специальных дактилопорошка и магнитной кисти найти отпечатки пальцев. Оборудование настоящее, его предоставили криминалисты Следственного комитета. На третьем этапе металлодетектор. Таким бойцы Росгвардии ищут спрятанное оружие и боеприпасы. Задача школьников – найти гильзу с подсказкой. Следующий этап – при помощи полученной цифровой комбинации открыть ящик. В нем ключ и белый лист бумаги. Не все так просто. Чтобы узнать номер кабинета, написанный невидимыми чернилами, его необходимо высветить ультрафиолетом. Только после этого заложника освобождают. Нескучные задания никого не оставили равнодушными. А кроме того, заставили задуматься о реальности угрозы терроризма. На самом деле это большая проблема не только для нашей страны, а вообще для всего мира. Потому что умирают не только дети, умирают и взрослые люди, и те, кто этого не заслужен. От игры к серьезному. После квеста ребята посмотрели спектакль об одной из главных трагедий новейшей истории России – захвате террористами школы в Беслане. И еще одно доказательство того, что терроризм страшен во всех своих проявлениях и может коснуться каждого. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова. Настолько водителей.